Сегодня Сергей Гапликов выступил с ежегодным докладом, в котором подвел итоги работы правительства за прошлый год и обозначил планы развития республики на ближайшую перспективу. Отчет был адресован в первую очередь парламентариям, руководителям муниципальных образований, представителям общественных организаций, духовенству и средствам массовой информации. Зрители нашего канала наблюдали за событием в прямом эфире. Своё выступление глава начал с приветствия на Коми-языке и сразу напомнил о январском призыве к жителям стать фактически соавторами сегодняшнего текста выступления. Максим Васильев по документе, который уже сейчас можно назвать программой возрождения республики, новый термин за всё выступление прозвучал 8 раз. Вопреки традициям и вспоминая сентябрьские события, речь руководителя региона перед парламентом Коми выглядела не столько отчетом, сколько самой настоящей концепцией развития. Экономике региона есть куда прибавлять. В добывающей промышленности намечены темпы роста, в то же время сама власть обязана перестать быть пассивной в привлечении федеральных средств. В 2015-й в этом плане Сергей Гапликов назвал годом упущенных возможностей. К примеру, субсидии по кредитам малым сельхозпредприятиям в республике Коми составили всего 794 тысячи рублей. Это в 80 раз меньше, чем в республике Мордовия. На развитие животноводства, инфраструктуры, логистического обеспечения рынков, продукции и животноводства мы получили субсидию в тысячу раз меньше, подчеркиваю, в тысячу раз меньше, чем Марийская республика. Мы получили 511 тысяч. Напротив 1 миллиарда 737 миллионов, которые получила республика Мориал. Вдумайтесь в эти цифры. Впрочем, собирать камни времени у республики сегодня нет. Впереди у нас программа возрождения региона. Именно этот термин применил Сергей Гапликов, обозначая основные приоритеты. Один из которых, так называемая, перезагрузка отношений с крупными промышленными компаниями. И Газпром, и Лукойл, и Монди уже подтвердили, несмотря на кризис рынка энергоресурсов, никто из них не откажется от инвестиционной политики в Коми. Только вот отчисления в бюджет они должны серьезно увеличить. Дорогие друзья, наличие недр и полезных ископаемых – это лишь одно из конкурентных преимуществ нашего региона. И я вижу в своей задаче важнейшую цель – использование этого преимущества на благо каждого жителя региона. Когда компании извлекают на территории республики прибыли на миллиарды, а на развитие региона направляются лишь сотни миллионов, такой практический подход, я считаю, несправедливым. И поэтому такую практику надо менять. О том, что такой подход уже меняется, за Сергея Гапликова говорили цифры. Только Газпром намерен потратить на модернизацию производства в Коми 117 миллиардов рублей, почти 8 из которых предназначены для полной газификации региона. Я подписал сегодня программу газификации республики Коми. И она направлена Алексею Борисовичу Миллеру для подписания. Она полностью согласована, и только осталась подпись Алексея Борисовича Миллера, чтобы она начала практически реализовываться. Уже с этого года, я считаю, это хорошая тенденция, что ПАО «Газпром», как ответственный социальный партнер в рамках нашего партнерства, увеличил до 2 миллиардов рублей социальные инвестиции. Это средства будут направлены на ремонт и строительство социальных объектов. Благотворительные проекты. Малый и средний бизнес в Коми должен стать источником дохода для многих жителей республики. И пусть пока у него отрицательная динамика, снятие административных барьеров должно вернуть предпринимателей на этот рынок. Причем чиновники не должны быть препятствиями. У чиновников сегодня есть две основные задачи. Первая. Одна – это не мешать, а другая – это оказывать эффективное содействие в рамках закона. Чтобы было так, как в плохом примере в Воркуте, где владелец социальной столовой, который кормит малоимущих, убежден, что контролирующие органы его буквально кошмарят. Я прошу коллеги разобраться с этим вопросом и дать мне соответствующую информацию. Что за притязание и почему такое отношение. Кадровый вопрос в программе возрождения региона ключевой. Причем готовить смену по нужным направлениям необходимо начинать уже в школе. В Коми должны быть созданы так называемые опорные университеты. Классический и технический. А работать выпускникам будет где. Точки роста экономики предполагают создание нескольких тысяч рабочих мест. В Сыктывкаре мы планируем строительство завода по производству башенных кранов. На базе металлообрабатывающего завода рассматриваются вопросы строительства комбината панельного домостроения. В столице республики есть все условия для создания индустриального парка, в котором в том числе войдут керамзитовый завод, лесопильно-деверабатывающие комплексы. В них безусловно нуждается республика. Более того, я хочу сказать, что за собой они обязательно потянут создание крупных логистических центров. Реализация этих проектов станет шагом в увеличении объемов жилищного строительства и снижению себестоимости жилья. Позволит привлечь инвесторов. Будет создано более полутора тысяч рабочих мест. Объемы налоговых поступлений исчисляются сотнями миллионов рублей. Продовольственная безопасность региона напрямую сегодня зависит от сельского хозяйства. Республика будет инвестировать в аграрный сектор регулярно. Животноводческие фермы, молокозаводы, тепличные хозяйства. Я вчера подписал соглашение о строительстве тепличного комплекса для круглоготичного выращивания экологически чистых овощей в городе Емва. Бюджет проекта более 9 миллиардов рублей. Ввод в первую очередь запланирован в 2017 году. На дороге до 2020 года республика потратит около 15 миллиардов рублей. При этом мы не должны забывать о содержании уже существующих трасс. Создание сети пассажирских маршрутов не просто улучшит доступ населения к учреждениям социальной сферы, но еще и поможет ускоренному развитию отдельных и отдаленных населенных пунктов. Кроме того, в партнерстве с государственной транспортной лизинговой компанией мы сегодня рассматриваем возможность поставок в лизинг до 2020 года пассажирского транспорта и коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе. Мы говорим о приобретении 400 единиц коммунального транспорта, 380 единиц новых автобусов муниципального общественного транспорта и 50 единиц межмуниципального транспорта. Это комфортабельные автобусы. В коммунальной сфере, по словам Сергея Гапликова, необходим тотальный контроль. Средства в этом секторе всегда большие, значит, есть почва для мошенников. Для открытости и общественного контроля в коммуналке власти региона создадут новый интернет-ресурс. Мы создаем новый интернет-ресурс, общественный портал. Он призван решать сразу несколько задач. Это контроль своевременности и качества проводимых работ на объектах городского и районного хозяйства. Это возможность сообщать о выявленных нарушениях, указывать на незаконность действий или бездействия чиновников. Кроме того, жители республики смогут в онлайн-режиме вносить предложения по развитию территорий и по необходимым работам по благоустройству тех самых городов и районов. И еще одна важная опция портала. Это народная оценка работы государственных и муниципальных учреждений, оперативность и качество работы власти по устранению выявленных проблем. У республики сегодня появился уникальный шанс освободиться от помех в развитии, заявил Сергей Гапликов. Если будем работать сообща, посыл меняться к лучшему муниципальные главы от него уже получили. Максим Васильев, телеканал Юрген, Сыктывкар.